Всех приветствую! В этом видео мы поговорим про тенденции в дизайне и ремонте за последние года, а также про наш будущий следующий год. Также я дам в этом ролике несколько советов по выбору строителей ремонтных бригад так, чтобы заказчик не попадал с ремонтом и был доволен. Поехали! С чего начинается наше повествование про тенденции? С истории прошлых лет, с того времени, в котором мы сейчас находимся, как поступают заказчики и как поступают исполнители, когда начинаются вопросы ремонта, дизайна и тому подобное. Заказчик приходит на сайт, либо приходит к исполнителям, к дизайнерам и спрашивает, вы сделаете мне красивый дизайн? Я у вас видел вот эти самые красивые визуализации. И исполнители ему обещают, что все будет супер топчик. Четко! Клиента в первую очередь, естественно, интересует законченный результат, как будет выглядеть его объект. Многообещающие обещания дизайнеров его успокаивают. Как будет дальше, заказчик не знает, но очень верит в те самые обещания. Честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду. Эти тенденции все больше и больше появляются на рынке. Почему? Потому что красивых картинок все больше становится перед вами. Но кто-то должен эти красивые картинки выполнять в жизнь, воплощать ваши мечты. И какие же все-таки строители, какие тенденции на рынке реально преобладают? Сейчас вы посмотрите, как действительно супер крутые строители делают, воплощают те самые крутые дизайн-проекты в ремонт. Чтобы показать, ну, я что делаю? Надо сделать, ну, и сам фотографию. Я езжу по городам, меня просят, я думал, что еще мне, я езжу один. Делаю 20 лет, 20 лет. И Харьков, Москва, Куст, Тараскоп. Мне попросят, но я уже не сюда не вижу. Сейчас вы увидели великолепное исполнение дизайн-проекта на одном из объектов, куда наш уважаемый человек зашел со скрытой камерой. Прекрасно в этот интерьер вписываются бычки, пепел, еда и бутылки из-под алкоголя от той самой квартиры. Это объект в одном из знаменитых комплексов в Москве. Там осталось только побухать. Теперь я приведу пример, как мы воплощаем проекты в жизнь. Недельный видеоотчет ЖК «Династия» Хорошевское шоссе. На этой неделе на ложе закончили штукатурку стен, демонтировали маяки, заделали штрубы после них. Произвели закупку напиленной ламинированной фанеры в нужный размер, а после приступили к монтажу заготовок под будущие перегородки. Со следующей недели разметим все это дело и приступим к монтажу. Это был один из наших объектов. И в противовес ему я приведу другой суперобъект с потрясающей реализацией. Это ЖК «Сердце-Столица», куда выезжал наш Александр Епишин, консультант по ремонту. Заказчица прислала нам вот эти видеоотчеты от предыдущей супербригады. «Добрый вечер, у нас вот уже полностью гостиная и кухня полностью, стяжку залили, спальню тоже залили, вот здесь спальню тоже залили, в гардеробе тоже полностью. Только в большом замуздии не заливали, вот еще у нас где именно постырочный, да, здесь тоже залили полностью. Только у нас осталось здесь, знаете, вот именно где прихожая и в большом замуздии чуть-чуть проход мы оставили, чтобы захотеть войти, полностью залили». Сейчас перед вами были великолепные отчеты с суперобъекта, где ковры с помойки в перемешку с едой и с постелями, а также иностранного языка. Все это великолепие вы можете наблюдать в ЖК «Сердце-Столицы», прям в самом сердце Москвы. Успешно укомплектовались в самом сердце столицы ЖК... В самом сердце столицы, как я сейчас поставил. В самом сердце столицы, он так и называется ЖК. Ну а теперь я покажу вам наши отчеты с наших объектов, чтобы вы могли почувствовать разницу. Ну а Черемушкинская, 17, 13 сентября, сегодня завершен полностью этап электромонтажных работ, прокладка кабельных линий трасс электроснабжения. Первый и второй этаж полностью завершены. Мосфильмовская, 8, 15 сентября, значит, сегодня выполнили укрывку залитого основания, облегченной стяжки. 11 сентября, ЖК «Зелард», сегодня завершили работу по герметизации примыкания стены и стяжки, также информационные швы. 17 сентябряская «Форд», вчера занимались упаковкой потолков и стены с кварц винила, также наносили герметик по примыканиям стены и кварц винила. Почему я говорю про тенденции в ремонте, про тенденции в дизайне? Потому что, ну, так оно и есть. Вот оно так было очень много раз, вот так оно идет и вот так оно будет. Но заказчики из-за того, что они увлекаются великолепными дизайн-проектами, но никогда не заглядывают туда, кто же там что делает. Будет ли из моей квартиры делать бомжатник? Этим вопросом никто не задается. Поэтому тенденция плотно сохраняется последние несколько лет, вот точно прям есть сейчас и точно будет наблюдаться в будущем. Потому что именно в дизайне очень много людей, которые хотят самовыражаться, очень много заказчиков, которые хотят покупать вот эти красивые дизайны. Но очень мало заказчиков, которые понимают, вот что же там стоит. Ну а сейчас следующий супер-объект под названием «Мрак». Да, вот такая у нас работа. Ребята, вот такую штукатурку делали. Обманули, значит, заказчика, забрали у него полмиллиона. И вот по такой штукатурке начали уже шпаклевать. Это уже шпаклевка шитро, которая стоит 1800 рублей. А вот так вот делают ремонт люди на других объектах. А это наши ребята, которые как раз и организовывают на объектах вот тот самый порядок, который вы видите, который организовывает наших мастеров. За что, кстати, я и мастерам хочу сказать слова благодарности, потому что они поддерживают порядок. Благодаря этим людям на наших объектах вы видите то, что вы едете. И вот, скажем так, наш небольшой штаб. Парни, руки-то поднимите. А откуда началась вообще вся эта история? Я захожу в свой инстаграм, смотрю, и мне там пишут. Мы берем такие деньги, а в квартире даже уборку не делаем. Везде мусор. Давайте посмотрим, что у нас на видео. Подготовить примыкание к поклейке плинтуса, заклеить его, все очистить. Новое, новое, тессу наклеить. На самом деле дело в том, что в кадре как раз укрытые полы, на которых есть следы краски. И получается, что люди, которые не знают, как делается ремонт, им не с чем сравнить, они действительно думают, что это грязь. На самом деле это не грязь, это укрывание полу. Яркий пример того, зачем упаковывать пол арголитом перед малярными работами. Соответственно, это бы все было на стяжке. Заказчики, к сожалению, не покупают ремонты как колбасу, либо как кофе, капучино. Поэтому будьте осторожны. Дальше передаю слово нашему Александру Епишину, который даст вам несколько советов, чтобы вы смотрели, кого выбираете. Потому что тенденции ремонта, о которых я вам рассказал и показал, сохраняются как в прошлом, в настоящем. Так и будут преследовать нас в будущем. На этой неделе встречался с заказчиком, и мы с ним посетили 7 объектов. На черновой и на чистовой стадии. Чтобы показать нашему будущему клиенту, что он получит, работая с нами. Мы показывали абсолютно разные объекты. Какие-то объекты стоили под 100 миллионов, в какой-то стоило вообще 3 миллиона. И мы показывали, что наши объекты, независимо от, скажем так, на черновой отделке, выглядят абсолютно одинаково и превосходно. Это нужно для того, чтобы у человека была уверенность, что деньги, которые он вкладывает, а деньги сейчас, в учетности, в ремонт идут, реально очень большие. Хоть он и вложился один раз, это он сохранит на долгие-долгие годы. Да, мы провели целый день, по итогу у человека осталось уверенность в том, что даже когда у нас какой-то из заказчиков хочет ремонт недорогой, все равно это будет все сделано на максимально высоком уровне, который только возможен. Советую всем клиентам, которые сомневаются в своих подрядчиках, которым называют очень разные цены. А вы съездите на нескольких объектах, ни в коем случае ни на один, ни на два, потому что любая крупная компания имеет какую-нибудь одну образцово-показательную бригаду, и которая делает действительно вот так. Но нужно показывать именно срезанный арбуз, когда вот все объекты, а вот 5-7 объектов. Много ли строительных компаний может показать 5-7 объектов на разной стороне и показать, что у них там? Всего доброго! Ребята, подписывайтесь на канал, я думаю, мы вас как-то предохраняем, как предохранители от необдуманных поступков. Всем хороших выходных и рабочих дней, я пошел! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok